добрый день дорогие зрители канала марина цветы сегодня мы с вами поговорим о перце о необходимости формирования сортовых кустов поэтапное формирование куста первый этап это коронный бутон что с ним делать второй этап отсечения лишнего всего на растении третий этап это уборка бесплодных побегов четвертый этап прищипывания почек и самый главный вопрос надо ли формировать среднерослые и нерскорослые сорта рассада перца одностебливая но подрастая до 17-20 сантиметров растение начинает ветвление и вместе образования ветвей формируется первый цветок мы его называем коронный бутон первый этап формирования куста заключается в том что этот бутон следует уничтожить это нехитрое действие позволит культуре лучше развиваться и не тратить свое питание на коронный бутон иногда у растения коронных бутонов вырастает несколько в этом случае нам надо удалить необходимо все завязавшиеся цветки чтобы растение хорошо разветвилась манипуляция проводится даже в том случае если рассады завязала коронные бутоны не дождавшись высадки в грунт а когда у растения вырастает 10-12 листьев приступают ко второму этапу формирования перца перцы необходимо избавить от лишних ответвлений растение оставляет всего лишь два или три побега которые сформированы из вилки коронного бутона лишние более слабые мы должны с вами укоротить снимая верхушечную точку роста остальные ветви мы называем побеги первого порядка так называемые скелетные они составят основу взрослого куста и будут плодоносить мы должны с вами за растение наблюдать как происходит ветвление скелетных плетей на каждой скелетной плите появляется вилочка с бутоном из всех новых побегов необходимо выбрать самые сильные остальные отщипнуть выше первого листа это позволит обеспечить питанием завязи перцев операция производится при каждом разветвление куста куст перца продолжает развиваться даже после того как мы с вами удалим лишние побеги оставив нужное количество завязи поэтому необходимо периодически просматривать все перечные грядки выявляя пустые отростки они появляются ниже где разветвился главный стебель кроме этого нам надо убирать все листья которые создают лишнюю тень и не участвуют в питании завязи кроме того с куста снимаем все поврежденные листочки чтобы избежать развития болезни если мы этого не сделаем то на месте обильного цветения не появится плод и урожайность перцев заметно снизится обрезку листьев надо делать очень деликатно как только плоды нижней кисти вошли в стадию технической спелости мы убираем с вами всего лишь по две штуки за один раз листьев а следующее удаление мы производим только после появления перца второй кисти и так делаем по всей высоте куста по отношению ко всем дозревающим плодам обратите внимание что полтора месяца до полного сбора урожая перцем уже не трогаем растениям нужен покой потому что перцы и баклажаны относятся к очень деликатным растениям дорогие друзья на одном кусте можно оставить не более 25 цветков чаще всего мы оставляем 15-17 штук остальные мы должны оборвать цветы появившиеся на более поздней стадии не повысят урожай ослабит уже сформированные плоды это означает что нам надо дальше сформировать куст прищипнуть все точки роста на основных ветвях после того как сформировано достаточное количество завязи и так растение сможет направить все соки и силы на рост плодов дорогие друзья прищипывание обрезка лишних побегов для низкорослых и средних сортов перцев не нужно карликовые сорта подвергаются минимальному формированию только в случае если рассада высажена слишком плотно поэтому для растений высотой до 100 сантиметров достаточно просто удалить бесплодные побеги убрать коронный цветок чтобы они не расходовали силы на питание и затем только следить за лишними листочками чтобы улучшить освещенность завязи но вот высокорослые сорта перца могут принести более высокий урожай но потребуют от вас больше времени и внимания поэтому продумайте схему посадки высокорослых перцев может быть даже использовать шпалиры для скелетных побегов а расстояние для высадки перцев не высокорослого сорта а расстояние для высадки рассады высокорослого сорта должно быть не меньше 40 сантиметров но дорогие друзья если мы ухаживаем правильно за перцами правильно формируем подкармливаем то урожаем можно будет гордиться в этом году спасибо что вы были со мной просматривайте плейлист по тематикам для овощей задавайте вопросы ставьте класс и подписывайтесь на мой канал